Доминирует в юниорском возрасте, да, Константин Михайлович? По мужчинам он не только в этом возрасте доминирует, и во взрослой команде очень много северокавказского федерального округа ребят. Больше популярность на северном Кокказе дзюдо? Или других видов? Нет, я не знаю. Как, на ваш взгляд? У них очень развита борьба и греко-римская, и вольная борьба, и дзюдо. Ну и получается, хорошо, ребята, мы это знаем. Многих призеров, чемпионов Европы, мира и даже олимпийских южных южных южного федерального округа Северного Кокказа. А на соседнем татаме страсти кипят. Вот сейчас был как раз бросок в исполнении представителей Северокавказского федерального округа. Это весовая категория до 73 килограмм. К сожалению, сложно издалека увидеть фамилию? Османов. Османов, да? Бросок через грудь сделал. Красивый бросок через грудь. А у нас поединок продолжается. Уже практически минуту отбороли спортсмены. В обоюдной стойке стоят. Такой плотных захватах. Но, по всей видимости, спортсмен в белом кимоно Азизов готовит бросок через спину. Во всяком случае, рукав подбирает именно для этого, наверное, обратную спину. Не знаю, сможет, не сможет сделать. Ну, не смог. Константин Михайлович, вот девушки, лидеры сборной, вы сказали, не все борются здесь, но многие есть, да? Ну, не сборная. Сборная по возрасту 23. Я понимаю, что вы в большей степени отвечаете за всю, за основной костяк. И здесь вы наблюдаете тех спортсменок, которые попадают в резерв. Поскольку Любовь Брулета, отвечающая за взрослую группу, 23 года, сейчас находится на учебно-тренировочном сборе, на международном лагере, да? Да, Любовь находится в Венгарии. Команда вчера вылетела туда. Основная команда из лидеров здесь у нас Ира Долгова не борется, которая в эти выходные выиграла гран-при в Турции. Олесе Кузнецову не борется. Чемпионка универсиады, да? Да, чемпионка универсиады. Ну, в основном все борются, все девочки этого возраста. Те, кто не задействованы на международных стартах и на международном лагере, они обязательно здесь принимают участие? Кто не травмированный, кто не задействован в других мероприятиях, да, здесь все борются. Ну, практически больше половины сборной здесь, да? Получается так, или примерно так? Ну, 23 года, да. 23 года, ну да, соответственно, те спортсменки, которые в возрастную группу до 23 лет попадают. Поднырнул сейчас под захват спортсмен синим кимоно. Сейчас последует наказание Шида. Да, и за это сразу дают Шида. Ну, я еще раз повторю, что раньше сразу так не наказывали, уже после второго раза наказывали, сейчас очень жестко. Один норог, это сразу Шида. Ну, все же рассчитываем на зрелищность, на то, чтобы вид был интересным, узнаваемым для зрителей. Да, чтобы зрители больше понимали это все. Согласен. Вот попытка проведения приема мы видим, но никто никого пока бросить не может. Лапинаков получил два Шида, у Азизова одно. Это единственное преимущество, которое есть в активе Азизова. Ну, актив, наверное, не зовешь, потому что Шида дает либо за пассивное ведение борьбы, либо за уклонение от правил, от действующих правил. Они не могут подобрать ключи, не могут подобрать приемы, которые приведут к победе спортсмены друг к другу. Но вот активизировать действие все-таки решил соперника, вернее, спортсмена Лапинагова, арбитр. И получилось у него, да? Вот как только получил третий Шида Лапинагов, тут же последовал подворот и пытался провести бросок через спину. Я думаю, что оба спортсмена очень хорошо знают друг друга. Один федеральный округ, и в отборе они, думаю, что принимали участие вместе. И я думаю, что сбор у них проходит по подготовке к первенству России где-то в одном месте. И очень сложно сейчас бороться. Поэтому, конечно же, да, как говорят, коса на камень находят. Кто больше готов, кто физически, кто морально больше готов к этому поединку. Ну, и тому больше повезет, конечно, повезет как всегда сильнейшим. Кто-то одержит победу в этой встрече. Пока шансы, все шансы только есть у Азизова. Но, опять же, это три Шида на одно Шида. А любая оценка сразу перекрывает все замечания. Немножко физически Азизов просто сильнее выглядит Лапинагова. Не уверен, не держит захват. Ну, в предыдущих встречах мы видели, как Лапинагов физически... Я думаю, Лапинагов получит четвертую Шида за выход за ковер. За выход за татами. Ну, да, и по всей видимости так и будет, поскольку, ну, и захваты даже он не должен держать. Ненадежные, не хорошие. По замечаниям, к сожалению, может закончиться этот победимый. К сожалению, для нас. Но вот спортсмены, многие знают друг друга хорошо. И, коли уж нет яркости в борьбе, тогда просто должен победить тот, кто больше настроен на победу сегодня. Да, второе Шида дали Азизову, и четвертое Шида дается Лапинагову. Соответственно, Азизов выиграет в этом поединке. И будет бороться в восьмерке. А восьмерке он будет бороться как раз таки с Поповым, которого мы видели в предыдущей встрече. Продолжение следует...